Слово о деле. Авторский проект Андрея Усенко на 101FM. Здравствуйте, Андрей. Сразу вопрос. Ирина, как становятся дизайнерами? Дизайнером? Вот как становятся? По-разному. Это талант, это какое-то призвание, этому можно научиться или можно научить, или это все вместе? Я не подсказываю ответы, я знаю, что вы скажете сами, но вот как у вас это произошло? Ну, у всех по-разному, и вот все ваши варианты верные. Кто как приходит в дизайн, приходит совершенно по-разному. Кто-то сразу же в школе понимает, что да, я хочу заниматься вот этим и только нет. Кто-то приходит уже в зрелом возрасте. Что касается меня, у меня первое образование – это вообще филология. А потом уже, ну, всегда интересовало искусство, мир, вот этот вот благоустройство, вещей интересных, необычных. Ну, и затем уже… Я понимала, что я в конечном итоге когда-то приду к этому, но через любимую филологию. Ну, в общем-то, сначала я пришла к искусству, затем уже через образование. Я поняла, что да, образование надо, да, его не хватает. Я выучилась уже осознанно, в осознанном возрасте, когда была в декретном отпуске. Ну, чем еще заниматься в декретном, сидя с ребенком? Мы, мужчины, не очень знаем это, поэтому… Вот, поэтому, ну, и я вот после образования… Пошли к дизайну. После дизайна образования, потом я сама себя образовала, и потом так получилось, что я пошла в дизайн образования. Собственно, такое естественное продолжение было. Ну, и, естественно, с дизайн образованием уже вышли и на дизайн творчества. Хорошо. В общем, так. А чтобы определиться с понятийным аппаратом, давайте скажем, что такое дизайн? И опять же, учитывая множество формулировок, что такое дизайн в вашем восприятии? Ну, тем более, что вы лицо в этом смысле даже полуофициальное. Дизайн, в принципе, если посмотреть его корни, это словарь, возьмем, оксфордский, как это аналог английского словаря, как у нас словарь Даля, там 29 определений слова, понятия дизайн. Поэтому, какое ни возьми, все верно. А сейчас дизайном, я не могу сказать точно и однозначно, даже в российском терминологическом аппарате существует несколько версий, что такое дизайн. Поэтому, а сейчас это расширяется, потому что и проект, как проектом называют сейчас все, что угодно, вплоть до похода в кино. Это тоже проект вдруг почему-то. Несмотря, как его готовить, что называется. Конечно, конечно. Поэтому и дизайн, дизайном сейчас тоже называют много чего. И тут бороться за чистоту терминологии, что это только проектирование по созданию какого-то нового объекта, именно промышленного. Ну, это сложно. Ну, что такое для вас? Для меня дизайн. Для вас, да. Ну, то есть, вы себе как воспринимаете ту сферу, которой занимаетесь? Как вы ее определяете, какими рамками? Ну, это создание, в первую очередь, это создание нового, красивого, нового, но функционального. Дизайн – это функция плюс красота. Вот это еще было определено не нами, это XIX век, теми Лоид Райт, который стоял у истоков промышленного дизайна. Вот это его посыл, он верен сейчас. А функции и красота в равных пропорциях? Ну, в общем-то, да. Оно не должно идти в ущерб одно другому. Потому что, если мы в приоритет ставим какую-то эстетическую сторону, красоту, это уже иногда бывает чересчур оформительство. Главное в дизайне вовремя остановиться в определенный момент, чтобы не переусердствовать. Лучший брак хорошего. Да, да, да. А если мы уходим в функцию, функционал, то это уже, в общем-то, можно скатиться до немножко другой отрасли. Это уже просто чисто инженерное, промышленное, ну, не проектирование, да, инженерное решение абсолютно техническое. Можете назвать примеры дизайна в нашей жизни? В каком смысле примеры дизайна? Вот мы с вами поговорили про термины, а чтобы слушателям было понятно, то есть в чем в жизни мы сталкиваемся с дизайном? Ну, если так, в первом приближении у всех понятие дизайн в первую очередь, наверное, ассоциируется с красивым ремонтом, интерьером. Да, может быть, где-то еще благоустройство среды кто-то вспомнит, хотя здесь и архитектура в том числе задействована, потому что в благоустройстве среды, особенно городских пространств, тут дизайн идет об руку с архитектором, конечно же. Но дизайн это и в промышленности, например, если вы возьмете все вещи, вплоть до стиральной машины или какого-то элементарного ноутбука, то там тоже поработал дизайнер, это промышленный дизайнер, потому что то, как будут там размещаться клавиши, то, каким шрифтом там будет на вашем ноутбуке написаны эти клавиши, то, какой сайт вам сделают, какое там оформление будет, это тоже все дизайн. На самом деле мой вопрос был достаточно провокационным, я ожидал, что вы ответите. Дизайн окружает нас во всем, ну, кроме, может быть, каких-то естественных природных. Ну, природа – это самый главный дизайнер, простите, что перебиваю. Это хороший, наверное, ориентир для многих. Это да. Но во всем ли вы видите дизайн? Вот я спросил, в чем его можно увидеть, а во всем ли вы видите дизайн? Ой, как вы сложно задали-то. Дизайн можно увидеть во всем, если очень постараться. Но есть, если мы говорим, ну, конечно, дизайн – это рукотворная вещь в первую очередь, и везде, где есть рукотворные объекты, там, конечно, какой-то когда-то дизайнер, но поработал. Пусть на данный момент это кажется неактуальным, некрасивым, даже, простите, старая кофточка ненужная, которую вы выбрасываете в контейнер для мусора, над ней когда-то поработал дизайнер, чтобы создать ее, и она когда-то была модной, актуальной и так далее. Есть хороший дизайн и плохой дизайн? Ну, я бы не стала так обобщать. Вот это такая расхожая фраза. Хороший дизайн, плохой дизайн. Мы же с вами как раз и рассказываем слушателям, собственно говоря, о том, чем вы занимаетесь. Поэтому я и задаю такие достаточно обывательские вопросы для того, чтобы в них разобраться. Конечно. Ну, есть, понимаете, понятие дизайн, оно складывается, как и любое какое-то дело, оно складывается из каких-то составляющих. Почему нам нравится этот пейзаж? Мы можем разобрать и понять, что там нравится нам. Ну, белый снег, ну, вот видим, как солнце туда падает, как блестит снег, какой красивый фон у деревьев. Это вы творение величайшего дизайнера назовете. Конечно, конечно. Мы, конечно, себя не приравниваем, боже упаси, к такому великому дизайнеру-творцу. Но я к этому и клоню, что вот понятие хороший дизайн, плохой дизайн, оно, ну, дизайн складывается из многих вещей. Вот если говорить о заказчиках, они не могут иногда определить, но человек чувствует, что это ему не нравится. Что-то не так, говорит он. А что конкретно не так, он, может быть, выразить не может. Но, в принципе, может быть, не всё ему не нравится, а не нравится какая-то вещь, какая-то деталь, цвет, стул, форма. И вот это те компоненты, из которых складывается вот так называемый хороший дизайн. Ну, он бывает удачный или неудачный. Я бы не говорила, что он хороший или плохой. То есть хороший дизайн должен нравиться? Ну, на уровне... Или же, вот опять же, смотрите, если возьмём, то, о чём поговорим чуть попозже, возьмём дизайн промышленный, например, да? То, на чём вы специализируетесь, ведь мы понимаем, что... Я не специализируюсь в промышленном дизайне, простите, у нас благоустройство в основном, да. То, в чём вы разбираетесь, хорошо. Смотрите, ведь когда разрабатывается промышленный дизайн какого-то изделия, особенно если это изделия прорывные, в том числе те, которые у нас каждый день в руках, то, по сути дела, дизайнер создаёт... Конечно. ...то, что будет нравиться. Да. Когда люди увидят, то есть, вот здесь, как вот всё-таки выстроить вот эту оценку с точки зрения того, что я увидел, мне понравилось, но ведь я даже как бы и не знал, что мне может это понравиться? Или это вот как раз и есть показатель хорошего дизайна, когда дизайнер предугадывает, собственно говоря, или формирует там восприятие в будущем? Ну, если уж мы говорим о высоких материях таких, то да, дизайнер — это человек... Вообще дизайн — это профессия, которая стоит, в общем-то, где-то впереди немножко чем. Она неконсервативна. Если она становится консервативной, значит, она уже всё. Она... Становится искусственной. Она нет, она не становится искусственной. Не обижайте художников, пожалуйста, нет. Нет, она не дизайном уже становится, значит, это уже плохой дизайн, потому что дизайн, он как раз на шаг впереди идёт. Он предлагает то, чего пока нет, и предлагает публике. Иногда это провокционно и непонятно бывает. Но иногда он, как сейчас говорят, заходит, и этим начинают пользоваться все. Но если мы говорим о промышленности, тут главное, чтобы было удобно, потому что красота, удобство, оно может... Вот оно всё складывается... А эргономика — это часть дизайна? Эргономика — это важная составляющая дизайна, особенно промышленного дизайна. Эргономика — это точная вообще наука, никак не относящаяся к творчеству. Это формулы, это расчёты, это нормы и правила, на основании которых создаются все СНИПы, ГОСТы и так далее, которые идут от физиологии человека. Физиология наша с вами не изменилась за столько лет нашего эволюционирования, поэтому как бы мы ни создавали, что бы мы ни хотели такое эдакое выдумать, но в конечном итоге эргономика, физиология человека нам диктует то, как нам удобно или неудобно чем-то пользоваться. И вот здесь дизайнер учитывает эти моменты. И если ему удаётся совместить опять-таки пользу и красоту, удобство, то тогда, да, это прорыв, это новое, которое взрывает, а потом идут за ним все остальные. Это ли отличает хорошего дизайнера, что ему удаётся это сделать? Это отличает, я бы сказала, гениального дизайнера. Хороший дизайнер — это просто хороший дизайнер. И вот всё-таки, возвращаясь к нескольким вопросам, мы ушли от них, мы говорили о сочетании красоты и функциональности, но, условно говоря, люстра может быть более красивее, нежели чем функциональный, а телефон должен быть более функциональным, нежели чем красивым. Или всё-таки надо стремиться к тому, чтобы балансировали вот эти составляющие. Баланс должен быть во всём. Если люстра будет красивой, но не будет гореть, понятно, что... Да, конечно. Если люстра будет красивой, но она, простите, будет мешать пользователю, её будет неудобно мыть, неудобно обслуживать, неудобно вешать, то это уже как-то не очень. Да, и в конечном итоге она быстро надоедает, и её быстро куда-нибудь заменят. Точно так же и с телефоном, с чем угодно. Но я не зря задал вопрос, как определить плохого и хорошего дизайнера. Вы уже поняли, что некоторые вопросы мои провокационные. Вы преподаете. Как можно преподавать, не разделяя, хорошо это или плохо, двойка или пятёрка? Как? Вот, ну сейчас я уже не преподаю, просто некогда. Но я очень плотно общаюсь со студентами, у меня коллеги очень многие преподают. Есть вот для этого в образовательных учреждениях, есть те, кто преподает, вообще в творческих таких специальностях, есть такое очень незыблемое правило. Все спецдисциплины, которые касаются творчества, потому что творчество, оно такое разное. Кому-то Рафаэля, кому-то Малевич нравится. Но это не значит, что один плохой, другой хороший. Мы просто все, мы разные, и на каждый вкус есть своё видение, представление и свой вид искусства и дизайна. Поэтому, чтобы не было предвзятости, ну, есть, конечно, законы. Есть законы пропорций, законы композиции, базовые требования, которые студент должен соблюсти, и если он их не соблюдает, то это уже плохо. Либо цветовое сочетание такое, что оно, ну, никак. Есть провокационное сочетание цветовое, но, тем не менее, есть базовые законы, которым учат их, и которые они должны соблюдать, и которые преподаватель может оценить, и он должен оценить это. Но когда идёт готовый продукт, готовый проект, и студента надо оценить, например, на той же живописи, на том же проектировании, как он сделал, красиво, некрасиво, для этого собирается комиссия. И поэтому устраивается просмотр, так называемый, куда приглашаются представители преподавательской кафедры, преподаватели, кто ведёт. То есть вот эти, кто понимает в этом, это не менее четырёх человек, и оцениваются все работы. Это касается и живописи, и рисунка, и проектных дисциплин, которые связаны с дизайном. И тогда мы получаем коллегиальное мнение. Это не мнение субъективное одного человека, но мнение людей, профессионалов в этой отрасли. И тогда студенты уж тут никуда не деться. И там формулируется, нам нравится или нам не нравится. Нет, не нам нравится, не нравится. Затем ему оглашается оценка. Да, во-первых, очень бурное иногда обсуждение бывает на этих просмотрах, потому что один считает так, другой так, потом какое-то обсуждение идёт, и всё равно к какому-то единому мнению приходит. Ну и затем уже студенту, естественно, объясняется. Каждому студенту объясняется около его работы, даётся пояснение, почему вот такая оценка. Что плохо, что хорошо, что подтянуть и за что так. Переходим к интересной теме. Это тоже была интересная тема. Мне кажется, будет ещё более интереснее. Существует кировский дизайн. Мы же любим гордиться чем-то таким присущим только нам. Вятский говор, какие-то особенности региональные. Кировский дизайн. Я бы не сказала, что он существует. Для этого нужна... Вот понимаете, здесь нельзя говорить кировский дизайн. Можно говорить о российском дизайне. Вот как-то так, потому что тенденции общие. Потому что дизайн, как и все творческие какие-то моменты, он очень ориентирован на менталитет того общества, которое вот в стране... Дизайн отличается от страны к стране. Американский дизайн, европейский дизайн. Но в Европе она маленькая, поэтому мы говорим именно о европейском дизайне. Дизайн Австралии... Россия большая. Россия большая. Мне кажется, у нас как раз, наверное, есть и по территориям разделение. Нет. Есть, понимаете, есть школы. Школы дизайна, например. Московская школа дизайна, питерская школа дизайна, екатеринбургская школа дизайна. Вот это есть базовые точки понятия школы дизайна. Они немножко разные, но в плане того, что там есть мощное образовательное учреждение, потому что все крутится вокруг них в конечном итоге. А в чем отличие? Что это? Это внешние отличия или это внутренние? Есть в методике преподавания и в видении, и в подходе, и в подаче дизайна. Потому что вот даже в подаче материала, которое дает правила питерской школы, московской, совсем не похоже на школу Урал-Гаха. А на выходе-то в чем отличие? На выходе они немножко, они отличаются, но в принципе это школа подхода, школа систематизации, школа обучения. Но затем идет, когда студент вышел, они отличаются. Вот даже когда мы делаем выставку студии, это выставка дизайнерских проектов, конкурс дизайнерских проектов. Студентов. Да, студенческих, из разных регионов. Очень похожие регионы, но отличаются сразу. Екатеринбург – уральская школа, Москва – другое, Питер – другое, Белоруссия – третье. Другие подходы, разные подходы. Но это да, это видно на студентах. Затем, когда студенты поработают, они нивелируются, и они и перестают быть различия эти видными. Поэтому я бы не стала говорить о кировском дизайне, я бы сказала, что российский дизайн. Почему? Потому что, ну, скажем честно, местечковость, она бывает присуща, но эта местечковость такая, она такая же в Саратове, Смоленске, в Кирове, везде одинаковая. Но сейчас, так как мир открыт, открытая информация, и опытные пытливые дизайнеры, всё время смотришь новинки. Ну, сейчас закрыто, раньше и на выставке, конечно же, ездил и европейские, и по-разному. И поэтому она общая тенденция идёт, смотришь на европейские. Откуда берутся, ну, такие общемировые тренды дизайна? Как это? Если мы говорим, что это сочетание красоты и функциональности, да, то, в принципе, это должны быть, ну, на мой взгляд, достаточно такие статичные вещи. Почему постоянно говорят о новых трендах? А потому что появляются новые технологии, в первую очередь. Потому что технологии, они... То есть вот эта функциональность там... Да, они не стоят на месте. Вот появляется новый материал, вид материала. Пластик тогда появился, взрыв произошёл дизайна, потому что пластик дал новые возможности для формы, для цвета. Появляются сейчас ещё новые, и опять. И вот за счёт вот этих новых материалов идёт, и новые технологии появляются, электрика та же, новые какие-то технологии. Вот лет лампы появились, другая история пошла со светом. Сейчас очень активно свет используется в дизайне, как именно яркий такой даже доминирующий элемент иногда. Когда смотришь в оформлении интерьеров, и даже вот на улицах сейчас очень много, потому что появились эти возможности великолепные, чтобы можно было сделать светом поиграть. Раньше свет был, ну, такой он дополнительный, но освещает и хорошо. Инфункциональный. Сейчас он стал главным иногда элементом в проектах выступает. Слушайте, ну вот вернёмся к теме школ и общемировых тенденций. Для наших, может быть, молодых слушателей, которые потенциально рассматривают себя в качестве дизайнера, можно быть хорошим дизайнером, но при этом не жить в Москве или Питере. Конечно. С учётом нынешних вот этих технологий, перемещения, доступа в интернет и всего остального. Или надо, как считается, обязательно вариться в этой вот тусовке, быть внутри, и только там можно это всё прочувствовать. Вы знаете, беда в том, что сейчас вот это скакание по верхушкам. Я вроде бы как научился в компьютере работать программами, графическими. Я вроде как умею там что-то создавать, где-то вот этих вот коротких курсов поучился, и я вроде как дизайнер. Но когда начинают проекты создаваться, сразу видишь, что есть базовое знание у человека или нет. Потому что помимо вот того, что ты... Вообще компьютер — это инструмент. И овладение инструментом только тогда хорошо, когда ты знаешь, как им владеть. Для этого нужны знания. Это инструмент так же, как карандаш у художника. Но нет карандаша. Ты не нарисуешь. Ты можешь нарисовать углём, чем угодно. Но ты должен уметь рисовать для начала, чтобы нарисовать. Поэтому всё равно нужны базовые знания по композиции, по эргономике той же, какие-то законы базовые цветоведения и так далее. То есть всё равно нужна база. А затем вся надстройка. И вот почему спросила сейчас перед рекламой, коротко, если сможете ответить. Как выбрать себе дизайнера? Что интерьерного, что ландшафтного, что взять на работу промышленного? Как? А это очень сложно. Это очень сложно. Вот знаете, ну так вот с женской позиции, вот каждая женщина знает, что она счастлива, если она нашла свою портниху, своего парикмахера и так далее. Вот здесь примерно то же самое. Я, может быть, неудачно сравнила. Но тем не менее. Потому что надо смотреть его работы. Вот если они тебе нравятся, значит, это твой дизайнер. Если нет, это не значит, что он плохой дизайнер. Но он просто не твой. Вы с ним не на одной волне. Вот и всё. Но надо совпасть. Конечно, чтобы твои представления о красивом и о том, что должно быть, совпали с тем, что делает этот дизайнер. Смотреть портфолио. А если ошибся? Ошибся, всяко бывает. А тут по-разному, может быть. Ну, смотрите, это мы с вами проговорили скорее про дизайнера, которого ты выбираешь для себя. Ландшафтного или интерьерного. А после небольшой рекламы мы поговорим о том, как выбрать промышленного дизайнера. Там же ты выбираешь не для себя, а для того, чтобы добиться успеха, и успеха в том числе коммерческого. Не отключайтесь. Мы вернёмся после небольшой рекламы. Это программа «Слово о деле». Возвращаемся в эфир. Это программа «Слово о деле». Веду её я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня председатель Кировского отделения Союза дизайнеров России Ирина Медведева. Мы перед рекламой говорили о том, как выбрать дизайнера. Пришли к выводу, что в случае выбора личного дизайнера, так скажем, интерьерного, ландшафтного, ещё какого-то, надо ориентироваться на то, чтобы тебе нравились его работы. Как выбирать промышленного дизайнера, которого ты выбираешь для того, чтобы он правильно выполнил свою работу и выдал на гора продукт, который будет продаваться? Правильно выбрать. Ну, вот знаете, сейчас сложно. Это очень сложно угадать. Может, и не понравится. Вот он недавно у нас, мой коллега закончил проект в Сколково. Как раз станок он проектировал, дизайн станка делал. Вот к нему обратились уже после того, как вот эти ребята, кто это разрабатывал, проектировал фирма, они обратились к именитым, знаменитым, не буду говорить то, они на слуху сейчас у всех. Московским дизайнерам, московской фирме проектной. То, что они им делали, они бились с ними года два, ой, простите, месяца два-три, но не нравилось. Все не то, не так, потому что те не учитывали определенные технические условия, которые выставлялись фирмой. И там заставляли просто переделывать под дизайн вот этот инженерные конструкции, что, конечно, неприемлемо. Поэтому они мучились долго, в результате они не пришли к соглашению, вышли на одного из наших коллег, кировского дизайнера, который большой опыт промдизайна имеет. Он сделал легко и быстро, у них все получилось, они были безумно счастливы, что, слава богу, нас услышали и то, что мы хотели, нанесли. Как это вообще станок, инженерное решение, проектирование, все надо, чтобы крутилось, вращалось, совпадало. И тут приходит дизайнер и говорит, так, некрасиво. Нет, дело не в некрасивости. Дело в балансе красоты и функциональности. Но опять же, может быть, некрасиво. Его же учили этому. Его учили учитывать конструкцию, учитывать материалы, учитывать свойства, учитывать эргономические. Опять-таки мы возвращаемся к обучению. Он это знает. И он это сделал. У него был опыт. Ведь и в Советском Союзе были дизайнеры промышленные. Просто они не назывались словом дизайнеры. Это немножко разные термины там были. В основном они были художники-конструкторы. Вот, послушайте, конструкторы были. Художник-конструктор. Причем, Игорь, красота и баланс. Да, да. Кстати, это очень четкое, правильное определение было для промдизайнера именно в советское время. И там соблюдение вот этих норм должно быть. Но станок может быть тоже красивый. Конечно. Он может быть ярким, зеленым. Более того, ведь говорится, что наиболее, так скажем, эффективные или функциональные вещи, они обязательно должны быть красивыми. Конечно. Потому что это, мне кажется, как раз берется в том числе из того, что, несмотря на эволюцию, наше физиологическое состояние не особо поменялось. И то, что нам удобно, нам и кажется красивым. Хотел бы перейти к очень важной теме после этого. Что такое, на ваш взгляд, ответственность дизайнера? Ответственность дизайнера? Ну вот начнем с промышленного дизайна. То есть ты там поучаствовал, разработал станок, а он не продается. Покупателям не нравится. Вроде работает правильно. Я утрирую. Тут дело маркетинга, конечно же. Я утрирую. Но есть такое понятие вообще ответственность дизайнера перед заказчиком, внутри себя? В чем она? Ну, ответственность, она в хорошо сделанной работе, во-первых. И во-вторых, чтобы оно все работало. И чтобы по твоему проекту, даже без твоего прямого вмешательства, изготовители могли все это сделать. И оно без дополнительных каких-то влияний, вливаний, оно просто заработало. Заработало. И причем заработало так, как ты это предположил, и это было удобно в пользовании. Ну, вот у меня почему вопрос, опять же, как это сочетать? Ведь тебе хочется творить. Ты же все равно творец, ты создатель, ты художник. И при этом, как вот эта ответственность тебя сдерживает? Дизайнер-творец на 50%. А вторые 50% это четкий, жесткий расчет. Опять возвращаемся. Да. Ну, увы. Ну, мы с этого начали, определили, и, собственно говоря, этого придерживаемся. Да, чем отличается художник от дизайнера? Потому что художник, он творит так, как ему вот в сердце велит. Я так вижу. Он это сделал. Я так вижу, да. А дизайнеру надо, не только я так вижу, а я еще это рассчитал, выяснил, вычислил, и посчитал, сколько материала на это уйдет. Чтобы мне потом мучительно больно не было от заказчика. Хорошо. Я люблю возвращаться к тем. Мы выяснили, что кировского дизайна как такового не существует. Но возьмем этот термин в кавычки, да, определим это как... Ну, как-то в ваших устах это звучит как приговор. Я в хорошем смысле говорю. Я имел в виду, что какие-то особенности кировского дизайна. Конечно. И слава богу, что их нет. Давайте определимся, что имеем в виду под кировским дизайном все то, что происходит в территориальных границах Кировской области. Что интересного в кировском дизайне в такой трактовке, и чем он, может быть, отличается, и чем он, может быть, нравится? Вы говорили о выставке студенческих работ. А вы говорили о школах, об обучении здесь у нас. Есть в этом смысле какие-то особенности? Не в результатах дизайна. Я имею в виду сейчас как бы кировский дизайн не в результатах, а в процессе обучения, какой-то организации. Вот здесь есть что-то, на что обращают внимание по сравнению с другими? Ну, не знаю. Я бы не стала так выделять. Если в плане образования, то коллеги подвержены единой волне, которая спускается с министерства, и стараются смотреть на лидеров в этом деле. Если касаемо всего остального, я даже не знаю, как ответить. Прям такой вопрос в тупик вы меня поставили. Ну, давайте опять же посчитаем его прогрессионным. Мы можем с вами сказать, что вы, что я, являемся организаторами различных мероприятий в области дизайна. И мне кажется, это уже отличает нас и, по крайней мере, привлекает внимание к этому направлению профессиональной деятельности. Мне кажется, хорошо, что эти мероприятия у нас есть. И, ну, так скажем, создадим небольшую интригу, привлекательность. Планируем вместе с вами еще одно мероприятие в начале следующего года, если позволят все наши там ограничения. Мы с вами договорились провести выставку промышленного дизайна. Да, да. Ретро даже выставку. Ретро, да. Выставку промышленного дизайна. И там как раз мы будем говорить о том, что делается на территории нашей Кировской области. Вот расскажите немного про это. Вы бы моргнули, что об этом вы хотите, вы имеете в виду речь. Не-не-не, я специально так. Я думал, вы сейчас скажете много того, что нас отличает, и я скажу, что, а еще и это. Да, это хорошо, что мы не отличаемся, потому что мы в хорошем смысле не отличаемся. Мы вперед стремимся и в тренде европейского дизайна стараемся идти. Поэтому мы молодцы в этом отношении. А что касается выставки, да, эта идея у нас давно с вами обсуждалась. Ну вот, наконец-то, видимо, ей надо было дозреть. Сейчас она дозревает. Я думаю, что, несмотря ни на какие моменты, форс-мажоры, мы ее откроем с вами. Тем более, сейчас идет уже этап активной подготовки этой выставки. Это выставка, ретро, скажем так, выставка промышленного дизайна. То, чем мы именно гордимся, вятская наша земля, кировская земля, именно в плане промышленного дизайна. Именно дизайна, не просто промышленности, то, чего мы выпускали. Но идея этой выставки именно такая, что дизайн каких-то промышленных вещей разрабатывался именно на территории Кировской области. Всегда интересуют примеры. А вот давайте интрига будет. Ну давайте хотя бы два примера назовем, а все остальное будет интрига. Ну так, чтобы были известны, и мы понимали, о чем идет речь. Киров, да, в свое время, да, может быть, и до сейчас, люди старшего поколения, когда приезжаешь куда-то в другой регион, как узнают, где Киров, это где? Вятка автомат. А, все, поняли, кто это. Вятка автомат. Первая ассоциация. Сейчас все, кто ее помнят, скажут, что там был дизайн. А вот представляете, да. Но это нам сейчас кажется, что оно такое какое-то кондовое, немножко такое угловатое, топорное было. Но тренды дизайна, они разные в разные эпохи. Тогда было, да, мы смотрим эпоху 60-х, 70-х годов. Это совершенно разные эпохи и разный дизайн. Это были тенденции как раз мирового дизайна. Тот же магнитофон Олимп, да, там был дизайн. Да, нужно было разработать дизайн корпуса в том числе. Ну и давайте скажем, что мы с вами больше чем уверены, что те, кто придут в середине февраля в диораму, наверняка увидят как раз тот баланс красоты и функциональности, который был на тот момент возможен. И мне кажется, что надо честно смотреть правде в глаза. Для многих из нас добавится еще и третья составляющая легкой ностальгии. Это да. Присутствующая этому. Конечно. Пригласим? Обязательно. Пригласим всех на эту выставку. Уважаемый радиослушатель, я крайне никогда не пользовался собственной программой для того, чтобы рассказывать о своих проектах. Но в данном случае я говорю не о своем проекте, а о проекте нашим совместным с Кировским отделением Союза дизайнеров. Мы действительно уверены, что вам будет приятно и более того интересно познакомиться с экспозицией этой выставки. Поэтому программу свою мы завершаем. Приглашаем всех в середине февраля в диораму. Ну, а Ирине Медведевой, председателю Кировского отделения Союза дизайнеров, большое спасибо за участие. Будем надеяться, что, собственно говоря, красота и функциональность будут нас окружать и дальше. Спасибо вам за приглашение. Всего доброго. Слово о деле. Авторский проект Андрея Усенко на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...